Отключить петрозаводские троллейбусы от электричества грозит компания «Энергокомфорт». Судьбу управления решают энергетики и мэр города. 3,4 миллиарда рублей будет потрачено не на пляски и фейерверки, а будет потрачено на реконструкцию, ремонт. В столетии республики будут праздновать счастливые и богатые люди. Правительство обещает превратить Карелию в цветущий сад. Красный, как типа глаза, и что-то там, и бегает, и прыгает. Девочка моя кричала, что лунатики, давайте спускайтесь к нам. НЛО в небе над Кемским районом. Свидетельства очевидцев. Подробности совсем скоро. Новости на телеканале НЕКО+. Судья Анастасия Мячина. Здравствуйте. Опасная находка в столице Карелии. Рядом с мусорными баками на Куковке нашли две гранаты времен Великой Отечественной войны. Рядом с контейнерной площадкой во дворе дома по адресу Лыжная 5 были обнаружены две гранаты РГД-33. В полдень территория вокруг многоэтажки была отцеплена. Боеприпасы вывезли сотрудники группы разминирования. Гранаты помещены в специальный контейнер и в ближайшее время будут уничтожены. Следователи Министерства внутренних дел изъяли пакет, в котором находилась опасная находка. Хозяев выброшенных на помойку гранат ищет полиция. Отключить петрозаводские троллейбусы от электричества грозится компания «Энергокомфорт». Судьбу троллейбусного управления города решают энергетики и мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Почти 16 миллионов рублей – такова сумма долгов троллейбусного парка за электроэнергию. Эту цифру называют в пресс-службе петрозаводских коммунальных систем. Так как муниципальное предприятие не готово гасить крупную задолженность, энергетики готовы пойти на крайние меры. Троллейбусы Петрозаводска будут отключены от электричества ориентировочно в середине следующей недели. Это произойдет, если администрация карельской столицы не найдет компромисса с энергетиками. В данный момент переговоры с представителями компании «Энергокомфорт» ведет мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Напомним, директор предприятия «Городской транспорт» Вадим Сухарев обратился в арбитражный суд с просьбой признать троллейбусное управление банкротом. С автобусами тоже не все гладко. Маршрут номер 26 прекратил свое существование, а автобус номер 27 перестал останавливаться на Шуйском шоссе. Петрозаводчане недовольны тем, что все эти изменения происходят без согласования с горожанами. В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуацию. Нельзя угодить всем сразу. Маршрутные автобусы – бизнес, который подчиняется законам рентабельности. Удобный для части горожан маршрут не всегда выгоден перевозчику. Так, маршрут номер 26 дублировал рейсы троллейбусов, единицы и четверки. Поэтому с точки зрения перевозчиков был невыгодным. 26-й убран с улиц города. А 27-я маршрутка больше не останавливается у садового центра на Шуйском шоссе. Она сворачивает на заводскую и уходит в Соломенное. Хозяева магазина и жители расположенного рядом военного городка обращаются в мэрию с просьбой вернуть маршрут. Однако, как заявляют в городской администрации, рейс номер 27 нерентабелен для перевозчика. И более того, конечная остановка маршрутки на Шуйском шоссе не соответствует правилам безопасности. Вот обозначили маршрут, довели до конца. Есть ли желающие ездить по этому маршруту? То есть они рассматривают всю длину, все пожелания. Таких не было желающих. Бизнес сам говорит, вот там мы не собираем денег, нету того пассажиропотока. Вот мы с садовым центром говорили, в какие вам часы удобнее продлевать этот маршрут. Может быть, будем как-то продлевать. Последний конкурс по распределению маршрутов состоялся минувшей весной. На данный момент количество городских маршруток уменьшилось, однако увеличилась их вместимость. Прежде по Петрозаводску ходили примерно полтысячи газелей. Теперь на регулярные рейсы по городу выходит 340 машин большей вместимости. В столетии республики будут праздновать счастливые и богатые люди. В аккурат к вековому юбилею, который стукнет в 2020 году, правительство Карелии обещает превратить наш дотационный регион в процветающий и стабильный. В прошлом году президент России Владимир Путин дал карельскому правительству поручение основательно подготовиться к 100-летнему юбилею республики, который будет отмечаться в 2020 году. Два месяца назад состоялось первое заседание специальной госкомиссии под руководством секретаря Российского совета безопасности Николая Патрушева. Цель ее работы впечатляет своими масштабами. Формирование и реализация полномасштабной стратегии комплексного развития республики Карелия в целях ее выведения в локомотивы роста российского северо-запада и формирование условий для опережающего социально-экономического развития республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата. По словам чиновников, вошедшие в комиссию рабочие группы уже активно занимаются развитием социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры и промышленного производства, а также реализацией проектов в сфере природопользования и экологии, культуры, спорта и туризма. Предполагаемое финансирование – 3,5 миллиарда рублей, из них около 2,2 миллиарда федеральных средств. Докладываю, в той программе, которая сегодня внесена в правительство Российской Федерации, только 78 миллионов рублей будет потрачено на фестивали, а без малого 3,4 миллиарда рублей будет потрачено не на пляски и фейерверки, а будет потрачено на реконструкцию, ремонт и изменение ситуации в социальной сфере. Правда, реальные размеры финансирования будут определены лишь после того, как программа мероприятий по подготовке к юбилею будет утверждена на федеральном уровне. Александр Лычагин, Максим Шумейко, телеканал НЕКО+. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО+. Мы продолжаем. В Петрозаводске открылся второй международный фестиваль хоровой музыки имени Георгия Террацуянца, заслуженного работника культуры, основателя и дирижера академического хора ПетрГУ. В фестивале принимают участие хоровые коллективы со всей России. Вместе с исполнителями Дань памяти маэстро воздал Александр Лычагин. За 45 лет руководство хором ПетрГУ Георгию Ервандовичу Террацуянцу удалось сделать из него коллектив с международным именем. По воспоминаниям участников хора «Максималист во всем», он без остатка отдавал себя любимому делу. Он буквально жил своим хором и требовал того же от хористов. Он был мудрым. У него не было цели достичь, чтобы сделать идеальный хор. Он пытался их научить жизни. Он был больше воспитателем, чем, может быть, дирижером, музыкантом. Был гениальным воспитателем и педагогом. Во втором по счету международном фестивале имени Георгия Террацуянца приняли участие хоровые коллективы из Карелии и других регионов России, а также зарубежные гости, в том числе знаменитый дирижер из Германии Клаус Брехт. Несмотря на график, расписанный на годы вперед, маэстро не только согласился войти в жюри фестиваля, но и провел для карельских хористов мастер-класс. Это очень хороший хор, очень профессиональный. Единственной проблемой в нашей работе стал языковой барьер. К сожалению, русские студенты не знают английского языка. Приходится объяснять на пальцах. Фестиваль завершится в воскресенье. Итоговый концерт с участием сводного хора и симфонического оркестра Карельской филармонии пройдет в Музыкальном театре Республики Карелия. Александр Лычагин, Максим Шумейко, телеканал Ника+. В небе над Кемским районом были замечены неопознанные летающие объекты. Наши телезрители молчали об этом несколько месяцев, но все же решили рассказать о необычном явлении. Тем более, что тарелки пришельцев они успели сфотографировать. Ефим Овчинников встретился с очевидцами. В тот августовский день семья Григорьевых отдыхала у реки в Кемском районе. Дети играли на берегу, взрослые ловили рыбу. Вдруг в небе появилось нечто. Сначала все подумали, что летит самолет, но потом началось. Красный, и как типа глаза, и что-то там, и бегает, и прыгает. Девочка моя кричала, что луначики, давайте спускайтесь к нам. Она подумала, что это луначики. А что, не знаю. Ну, мы подумали, что это НЛО. Татьяне Григорьевой многие не поверили. Скептики тут же заявили, что это всего лишь блики солнца, не более того. Однако, когда семья Татьяны вернулась с отдыха, сомнений уже не осталось. Там недалеко тоже отдыхала семья. Мы потом в Кеме встретились. Тоже сказала, что тоже такие же явления наблюдали. И приехали в Кеме. Вот у меня сынок сидит в ВКонтакте, переписывается. Выложили фотографии. То же самое дети говорили ему, что мы все это видели в Кеме. Все это было и в Кеме самой. Скептики приводят и другие доводы. Мол, увиденное семьей Григорьевых – это всего лишь очередной запуск ракеты с космодрома Плесецк. В помощь Татьяне исторические факты. 220 лет назад необычное явление в небе над Донежским озером заметил чиновник администрации Олоницкой губернии. Нарисовал увиденное и лично показал губернатору Державину. В то время никаких космодромов на нашей земле не было. Ефим Овчинников, Александр Борисов. Телеканал НИКО+. До следующего фестиваля воздуха осталось 252 дня. В эфире наша пятничная рубрика «Воздух. Как это было?». Своими впечатлениями с нами поделился ведущий нашего радио Андрей Белый. АПЛОДИСМЕНТЫ Звеченный огонь светит ночи. Звеченный огонь срывает холод. Я даю свою ладонь тем, кто остался молод. Тем, кто остался молод. Когда мы готовили музыкальную программу фестиваля «Воздух. Перезагрузка», то, конечно же, отдавали себе отчет в том, что монстров рока вроде Арии, Алисы, Ляписа Трубецкого люди ждут больше всего. Но есть огромное количество других групп, которые неизвестны широкой аудитории, которые нуждаются в нашей поддержке. И для них «Воздух» — это такая стартовая площадка для дальнейшего развития. И мне кажется, что настроение фестиваля, самые яркие эмоции дарили именно такие команды. Вот лично для меня откровением стало выступление казанской группы «Мураками», потому что такого количества света, позитива со сцены и одновременно со стороны зрителей и в отношении артиста я не видел давно. Это мой нулевой километр Пожирает сентябрьский полдень По колесам играет на оркестр Камень за камнем Камень за камнем Это мой нулевой километр Начинаю отчет от Касани Мы построим китайскую стену здесь Камень за камнем Председатель ЗАГС Собрания Владимир Семенов ставит депутатскому корпусу за работу оценку 4. Почему не дотянули до пятерки, узнаете в программе «Гость студии» сразу после нашего выпуска. А новости на сегодня все. Всего доброго и нескучных вам выходных.